Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите Завтрак в городе Чеи. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусный, необычный, теплый, можно так сказать, салат. При этом достаточно свежий и витаминный, летний. Сегодня я приготовлю салат из свежей зелени с добавлением жареной картошки. Очень такой необычный ингредиент. Сегодня я буду обжаривать картофель натертый на терке. Не совсем драники, то есть прежде вы, наверное, готовили драники, обжаривали тертую картошку в виде таких оладушков. А сегодня я просто обжарю вот как тертую морковь или как мелко нарезанный лук картофель на растительном масле в сковородке с добавлением приправ. А далее буду уже использовать свежие овощи и зелень. В качестве зелени сегодня у меня есть рукола, листовой салат, есть зеленый лук и мне очень хочется добавить свежесть и вот эту вот мокрость, если можно так сказать, свежего огурца. Я начинаю обжаривать, наверное, сейчас, хотя я сначала добавлю масло, пусть оно разогреется, и затем я уже начну обжаривать картофель. Вот буквально у меня две картофелины оказалось на столе. Например, вы готовили суп, поняли, что у вас слишком много почищенной картошки, и вот таким образом вы начинаете использовать продукт вместо того, чтобы отправить его в мусорное ведро. Учимся не переводить продукты, а пускать все в дело. Я натерла картофель, здесь у меня уже масло подогрето, и отправляю картошку на сковородку. Перемешиваем. И обязательно приправлю. Хочу заметить, что вот в таком виде картошка на сковородке обжарится и приготовится очень быстро, в отличие, например, от нарезанной кубиком, да, или соломкой. Я добавляю немного соли, добавляю черного перца и немного приправы для картофеля. Очень приятный аромат. Жареная картошка. Стараемся ее вот так вот разделять, чтобы она не обжаривалась такими большими комками, чтобы потом можно было распределить картофель по салатнику. Пока дожаривается картофель, я начинаю нарезать овощи. Овощи нарезаю соломочкой. Нарежу соломкой и все это буду смешивать в салатнике, в глубоком. Вот уже аромат свежего огурчика, жареной картошечки. Все это очень аппетитно. Далее у нас будет использоваться зелень, зелень, как я сказала, листового салата и салата рукколы. Салатник. Огурчик. Зеленый лук. Так, значит, листья салата, ножки срезаю, остальное рву, отправляю. Руккола точно так же рву, отправляю. Теперь зеленый лучок. Немного. Нарежу, достаточно крупно. Пусть чувствуется. Картофель. Уже поджарился, вот мы можем его немножко, наверное, все-таки разъединить. Сделаем это на доске. Пускай немного у нас зажарилось, пока мы занимались овощами. Вот так. Можно размять вилочкой, совершенно не принципиально. Главное, чтобы картофель у нас был не комком, так, и сейчас я заправлю, пока картофель остывает на доске. Пускай остынет немного. А мы пока заправим остальные ингредиенты. соль. Соль. Слегка поперчим. Подсолнечное масло. Подсолнечное масло, можно оливковое масло. Соль. 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 И картофель. Очень вкусно. Перемешаем. Все, что у нас получилось. Обычно в теплые салаты добавляют какое-то обжаренное мясо, обжаренную курицу или морепродукты. А сегодня у нас достаточно калорийный овощ, или, скажем, корнеплод, жареный картофель. Это очень вкусно, это по-вегетариански, между прочим, для тех, кто соблюдает вегетарианскую диету. Ну и как минимум непривычно и необычно. Я выложу вот в такую тарелочку салат. И буду подавать к столу. Пусть помидор будет сверху. Вот такой, достаточно простой, но при этом очень питательный и полезный салат получился у нас буквально за 5 минут. И на этом я с вами прощаюсь, желаю вам приятного аппетита и хорошего дня.